Буквально на днях я вдруг осознал, что так ни разу за все свои билды не построил ни одного билда на использование доспехов школы кота. Ни в сильнейшем, ни в слабейшем, ни в каком другом виде. Он фигурировал лишь однажды во время разбора вихревого билда, и то я тогда скорее использовал чистый сет мантикоры. Причин тому несколько, и некоторые из них даже объективные, но в большей степени мне она не нравилась внешне. Точнее даже не она сама, а вид ее гроссмейстерской формы. Плотная, синяя, не очень красивая кожаная кераса на все туловище, ни в какое сравнение не шла с тем же нагрудником школы медведя. А сравнивать ее с замечательнейшей мантикорой так и вовсе язык не поворачивался. Но не спешите писать гневные сообщения и ставить дизлайки. Броня в своем роде хороша, она отлично защищает шею и выглядит как облегающая водолазка, дающая определенную защиту и не сковывающая движение. Кроме того, ее самую первую форму я просто обожаю. И вы меня часто видели в керасе начального вида в более ранних роликах. А сейчас я понял, что нам скоро предстоит разбираться в школе кота, ее каноничных и сильнейших билдах. А за кота я при этом практически не играл. Потому сегодня мы с вами разберем билд на кота. Не каноничный, не сильнейший, но крайне интересный и с некоторыми ограничениями. Наш ведьмак школы кота плохо переносит зелья. Я немного касался вопроса небольшой ущербности котов в связи с тем, что все знакомые нам ведьмаки школы кота были с нарушениями, вызванными проблемами прохождения мутации. У кого-то проблема с психикой, у кого-то это отображается в глазах. Об этом, кстати, более подробно в видео о школе кота. Ну а наш не переносит отвары и с трудом выпивает даже один эликсир. И что самое главное, в умениях у него не будет ни одного зеленого навыка алхимии, ни одного зеленого мутагена или зеленой мутации. Ну а я попытаюсь превратить его из ущербного, чего только одно лишение эйфории стоит, в нормального и даже нагибаторского кота. Поехали! Привет, ковбой! С вами Войс Ребус и просто канал об играх. Когда у тебя закрытый отвар, увеличенная сила мутагенов, стопроцентные криты и эйфория, строить свой билд только на атаке нельзя, так как убивать врагов с одного удара уже не получается, а вот умереть без хорошего сопротивления у брони и увеличенного хп от навыков можно проще простого. Также не стоит забывать о том, что мы крайне ограничены в отварах, которые не используем совсем, и зельях, которые мы можем использовать, но только в редких, очень важных моментах. А значит, прощай Экима, прощай Эхидна, Катакан, Баба, Альгуль, Грифон, Доплер и еще куча других отваров, которые делают твое пребывание в школе ведьмака гораздо проще. Все это держим в голове и на основе этого пробуем построить билд. Для начала мы строим билд в рамках условий обычной игры, дополнения кровь и вино и 53 уровня. Проверяем его, а потом построим оптимальный маршрут прокачки, начиная с самых первых уровней игры. На мне сейчас гроссмейстерский сет школы кота, который я покрасил в серый цвет, ведь серый цвет привлекает куда меньше внимания, чем пестрый черный или сверкающий белый. Капюшона нет, потому что на мне очки профессора из первой части, а надевая любую маску, капюшон автоматически опускается. Очки профессора можно выкупить на аукционе в дополнение Каменные Сердца. Из мечей у меня настоящий Арандит и вампирский меч из Хэнгайт. Оба меча можно получить в Туссенте, Арандит по квесту Владычицы Озера, а меч из Хэнгайт в Пещере Скрытого. Снаряжение отобрано, осталось только определиться с билдом. Я, пожалуй, не буду сильно удаляться от канона и прокачаю линейку быстрых ударов до Вихря, что позволит нам наносить быстрые и точные удары со стабильным уроном, не опасаясь за жизнь при долгом замахи. А в случае необходимости мы сумеем применить Вихрь, чтобы раскидать окружающих нас врагов. На случай, если враги будут очень сильны или наши рефлексы недостаточно быстрые, я беру линейку навыков боевого транса, вплоть до лезвия бритвы, дарующего нам в начале боя необходимый для Вихра или Воскрешения адреналин. Шесть красных навыков размещаем на панели активных ячеек и запитываем красными мутагенами. При этом пускают скупую слезу по 40% прироста к атаке вместо 60% с синергией. А вот оставшиеся шесть ячеек я посвящу не чему-нибудь, а магическим ведьмачьим знаком, ведь это самое логичное решение, которое только можно применить. Если ваш персонаж, не обладая достаточной защитой и здоровьем, не может похвастаться колоссальным уроном, то единственное, что нам поможет в этой ситуации остаться в живых, это контроль противников. И первым делом приходит время моего любимого Аксия, у которого мы берем первый, третий и четвертый навыки, что позволяет нам эффективно вывести из боя или как минимум ошеломить или снизить пыл у двух противников одновременно. Зайти к ним за спину и хорошим ударом вывести их из игры. Далее нас интересуют первый и третий навыки Игни, которые повышая его эффективность позволяют не только уменьшать броню противника, но и при срабатывании критического эффекта в виде поджигания ненадолго вывести противников из боя. Оставшуюся ячейку мы добиваем техникой школы грифона, предварительно зачаровав доспехи на средний тип. Вы также можете потратить зачарование на более полезное для вас, сохранив легкий тип доспехов и заменив технику грифона на технику кота. Но лично я без синергии и эйфории очень опасаюсь за свою силу знаков, а потому останавливаюсь на технике грифона и среднем типе доспехов. На текущем уровне развития мы потратили 62 очка умений. При условии, что мы собрали все возможные элементы по увеличению очков навыков, 62 очка умений будет доступна уже на 36 уровне. Это как раз перед битвой с Эридином и после того, как мы смогли себе позволить носить мастерскую броню школы кота. Дальше нас ждет финальная битва, если вы готовы на нее пойти сейчас, и встреча с Гюнтером О'Димом и Тусент, в котором мы находим доктора Марро и его улучшенные мутации. Здесь мы вновь себе не изменяем, и как было сказано, зеленые мутации не для нас. Вместо этого мы движемся к верховенству магии, которая позволяет нам усилить мощь наших знаков, ведь враги в Тусенте на тот момент станут гораздо сильнее. А в дополнительной ячейке к 52 уровню разместить, например, два дополнительных красных навыка, Разрыв и Хлипкое Оружие, для уничтожения более сильных и бронированных противников. Таким образом, несмотря на небольшую ущербность нашего кота, он получается крайне хорош в контроле, что позволяет ему наносить довольно высокий урон, оставаясь при этом в живых. Для еще большей эффективности атаки и контроля мы мечи зачаровываем на эффект наполнения, который позволяет напитать клинок силой Игни, повысив его урон, или силой Аксия, добавив к нему эффект оглушения. Кроме того, наш уже возмужавший котеночек вполне сносно переносит один эликсир, который называется Иволга, и отравив противников бомбами в полубитвы, лишь наслаждается их агонией, постепенно восстанавливая себе здоровье. Прокачивается данный билд проще простого. Начиная с самого первого уровня мы качаем легкие удары и навык память тела, разбавив его техникой школы кота при появлении второго активного слота и Аксием при появлении третьего. К пятому уровню у нас уже будут все три умения, которые отлично справляются с задачей контролировать врагов и наносить им смертельный урон. Далее необходимо определиться, хотим ли мы идти по пути знаков до поры до времени, нося доспехи школы Грифона и вкачивая навыки на Ирден и Игни, которые крайне сильны на начальных этапах игры. И к двадцатому уровню овладеть практически сильнейшим магическим билдом для изничножения тварей, лишь слегка разбавляя его атаками мечом. Тогда у нас получится ведьмак, который до поры до времени проповедовал бой в стиле школы Грифона с использованием магических знаков, но совершив роковую ошибку подался в изгнание, где встретился с ведьмаком школы кота, который и обучил его смешанному стилю боя, используя знаки для контроля, а меч для убийства. Или, что более правильно, мы можем посвятить себя школе кота и фиктованию в стиле легких ударов, сохраняя аксий поначалу, как единственное средство по контролю над противником. И уже научившись использовать вихрь, немного усилить поджигающую способность Игни или замедляющую способность Ирдена для увеличения качества контроля над противником. Линейка фиктования более прожорлива по затратам на очки навыков, чем линейка знаков, поэтому в связи с нехваткой последних временно вместо навыка лезвия бритвы я взял навык сосредоточенность. А получив еще 10 уровней, мы сможем привести наш билд к состоянию, которое я показал в самом начале, просто добрав необходимые умения, которые усиливают наш билд. На удивление, сказать по правде, я крайне удивлен тем билдом, который у нас получился. Линейка алхимии, несмотря на свою бесполезность, как мне казалось в самом начале игры Ведьмака, дает нам очень важные усиления к атаке и защите, без которых представить себе игру на сложности на смерть просто невозможно. Но это оказалось не так. Катамак, которого мы сейчас видим перед собой, это довольно сбалансированный билд, который может позволить себе и убивать врагов с одного удара, и просто отлично махаться на клинках, а еще выжигать и контролировать знаками окружающих его врагов. Мое собственное ограничение на одно зелье, лишь условность. Никто не запрещает вам выпивать один отвар и пару зелья в рамках той ограниченной мутации, которая у вас есть. Билд мне крайне по душе, и я всем советую его опробовать, и возможно даже поэкспериментировать с ним. Прошлое видео, которое я посвятил знаку Ирден, я делал специально для этого билда, так как хотел сделать именно связь быстрых ударов и Ирдена, но знак мне показался очень узконаправленным, а ослаблять и без того не сильного персонажа я был не готов. Но вы можете попробовать поиграться со знаками и написать в комментариях, что у вас из этого получилось. В любом случае за эту возможность стоит поблагодарить Сергея, который в рамках возможности заказать видео попросил меня это сделать. Кстати, любой из вас тоже может заказать видео на моем канале, если интересно, все подробности в описании. А на этом все, видео заслужило лайк, а я подписки на канал. С этим видео я стал чуть лучше понимать доспехи школы кота, и возможно даже взглянул на них немного с другой стороны. Что позволит мне сделать каноничные и сильнейшие билды более сильными и правильными. Мы увидимся уже в следующем ролике, а на этом пока, всем пока-пока.